Если мы смоделируем ситуацию и вооруженным силам Украины удастся деоккупировать территорию нашей страны, которая была захвачена Россией с 2022 года, тогда у Путина будет дилемма. То есть продолжать далее накапливать ресурс, мобилизовать людей для того, чтобы идти и это все отбивать в их представлении, или же идти на мирный диалог, как говорит президент Зеленский. Но позволит ли запрограммированное российское общество идти ему на этот диалог, как вы считаете? То есть мне кажется, у него выход будет только один. Продолжать воевать. Оль, не думаю. Я думаю, что вот так называемый пропутинский крымский консенсус, который реально был важной составляющей общественного общества, мнения в 2014 году, он уже позади. И по поводу, ну какие бы там хороводы на Красной площади не водили на следующий день после победы Путина на так называемых выборах 17 марта, вот 18, вы помните, народ вышел на Красную площадь, чего-то там скандировал. Ну, послушайте, Красная площадь не такая большая. И очень часто просто хорошие фото и кинооператоры делают её такой вот огромной и необъятной. А на самом деле она, я, знаете, посчитал просто на бумажке и с удивлением узнал, что вот в Лондоне есть большая такая красивая площадь, называется Итон-сквер. Она, по-моему, то ли в полтора, то ли в два раза больше Красной площади. Но там просто англичане... Отчего у нас идёт слово сквер, да? Это от площади, да? Потому что вот это вот слово, пришедшее в русский язык из-за границы, означало некую свободную территорию в городе, которую, где разбивают сквер, где сажают деревья, газоны, ставят скамейки, где народ гуляет, отдыхает. А вот в российской имперской традиции площади превратились не вместо отдыха, а вместо проведения императорских смотров, коммунистических демонстраций, посткоммунистических вот этих вот путинских военных парадов. Посади на этой Красной площади деревья, разбей газон, и она будет выглядеть совсем маленькой. Но, тем не менее, вот представьте себе, что... Ну, сколько там людей? Ну, 100 тысяч, да? Ну, согнали, свезли туда сотню тысяч этих самых демонстрантов, а может быть, даже и меньше. Они там пошумели, помахали. Но они не отражают сегодняшнее состояние российского общества. Я думаю, что в действительности... Мы сейчас даже не обсуждаем цифры, сколько, где голосовали за Путина или за этих самых подсадных, якобы, кандидатов, оппонентов, конкурентов. Это все цифры нарисованы с потрохами, что называется. От начала до конца выдуманные, высосанные с пальца. Это даже не подлежит никакому серьёзному обсуждению. Я полагаю, что большинство находится в пассивном состоянии. Им бы работу не потерять. Им бы денег заработать достаточно для того, чтобы справиться с растущими ценами, с тем, что растут не только цены, растёт стоимость жизни, а благосостояние не растёт. Наоборот, падает покупательная способность российской валюты, происходит масса всяких других неблагоприятных изменений. Так вот, я полагаю, что отнесутся к этому так же, как отнеслись к Пригожинскому мятежу. Вы вспомните, мы видели толпу людей, которые вышли на улицы Москвы или других городов Российской Федерации защищать дорогого и любимого Владимира Владимировича от вот этой самой страшной угрозы, которая двигалась с юга. Вот это вот орда пригожинцев. Да нет. Наоборот, все перепугались и попрятались. Вы вспомните, какой это был год, я уже забыл. Ну, это был сравнительно недавно военный мятеж против Эрдогана в Турции, когда реально сторонники Эрдогана выходили на улицы и чуть ли не под танки ложились. Да, 2016 год. Да, вот совершенно правильно, да. И ничего такого не произошло в России. Мы не видели демонстрации в поддержку Путина. Мы защитим нашего любимого, единственного, навеки вечные президента. Нет. Я думаю, что если выяснится, что вот этот самый президент решил вывести войска с оккупированных территорий Украины, протестов не будет. И никто не будет призывать. Ну, вот кроме... Нет, вы понимаете, конечно же появятся люди, которые начнут, как вот эти Z-военкоры или Z-пропагандисты, работающие активно на Кремль. Некоторые даже так активно работают, что в тюрьму попадают, как Гиркин, да. Перегибают палочку иногда. Или не помню, как фамилия этого, Морозов, по-моему, был. Военкор, который почему-то взял и покончил с собой после того, как его ругательски изругали. И какие-то другие пропутинские пропагандисты довели до самоубийства. Ну, там, что у них в этой банке этих пауков происходит, я, честно говоря, слежу не так внимательно. Простите. Так вот, что я хочу сказать. Что, конечно же, будет свист вой. Но с теми, кто будет слишком громко свистеть и негодовать, и призывать к продолжению войны, скорее всего, обойдутся так же, как вот с упомянутыми выше. Кого-то доведут до самоубийства, якобы, да, кого-то, как Гиркина, посадят в тюрьму. Вот не нужно переусердствовать в поддержке нашего президента, скажут ответственные товарищи в тех структурах, которые за это отвечают. Посидите здесь вот, охолоните чуть-чуть, годков несколько. А остальные люди, я думаю, будут продолжать заниматься тем, чем они занимаются, спрятав голову в песок. Вот у меня такое ощущение, честно говоря. Даже если что-то будет с Крымом, я вам скажу. Вот смотрите, Владимир Зеленский сказал, если Россия уйдет с тех территорий, которые были захвачены в период после 24 февраля. Если Украина выйдет на границы 2022 года. Крым, как мы понимаем, в этой ситуации остается за скобками. Я думаю, что это смелое заявление в этом смысле со стороны украинского президента, потому что, вы лучше меня знаете, в украинском обществе, в значительной части украинского общества, были такие, ну, слишком оптимистические настроения в какой-то момент, которые подогревались, кстати, заявлениями некоторых военных экспертов, что вообще, на самом деле, это ломаного гроша не стоит. Это так просто, что, как говорится, два пальца об асфальт. Взять и отвоевать Крым у Российской Федерации. Я полагаю, что всё-таки правы те, кто говорит, что это будет отдельная, если она будет, очень сложная военная операция, которая потребует колоссальных сил, средств, и кроме того, которая будет вовлекать повышенные политические риски. Я готов согласиться с теми, кто говорит, что потеря Крыма может привести к тому, что вот тогда-то действительно у Путина может потянуться рука к красной кнопке. Дальше вопрос переговоров. Но я думаю, что люди не идиоты. Люди, читая о том, что практически каждый день ВСУ наносит удары то по одному, то по другому объекту в Крыму, то по одному городу, то по другому, туда уже очереди из автомобилей едва ли выстроятся. Особенно, когда, вот как в последний раз, в Севастополе просто зарево стояло над городом. Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»